МИР КИНО МИРе по имени Майя. Полнометражный мультфильм снят немецкими и австралийскими мультипликаторами. Те дети, которые еще не знакомы с отважной пчелкой, смогут насладиться сладкой историей. Немедленно вернись! Как вкусно, учительница Кассандра! Мультсериал «Приключения пчелки Майи» появился на российских телеэкранах в 1993 году, когда самой героине было уже больше 80 лет. Ее придумал немецкий писатель Вальдемар Банзельс, и случилось это в 1912 году. Позже японские аниматоры сняли мультсериал с одноименным названием. Это был погожий летний день на тихом зеленом лугу. Но вдруг... Привет! Меня зовут Майя! Все события происходят в мире насекомых. Каждая серия приключений рассказывала новую историю, в которую попадала наша героиня. Пчелка Майя была на редкость любопытной, отважной и веселой. Она всегда стремилась на помощь друзьям. И благодаря своей безотказности и трудолюбию, очень скоро стала олицетворением неуемной энергии. И вот знаменитая пчелка прилетела в большое кино. Полнометражный мультфильм «Пчелка Майя» стартует 30 октября в формате 3D. Фильм не имеет возрастных ограничений, и это отличный повод привести на киносеанс даже самых маленьких зрителей. Кинотеатр «Мирамакс» принимает коллективные заявки от детских садов и школ города. А взрослых кинозрителей ждет новый киношедевр от знаменитого режиссера Дэвида Эйра с блистательным Брэдом Питтом. Военный боевик «Ярость». Фильмы о Второй мировой войне, снятые в Голливуде, не всегда однозначны, по мнению российских кинозрителей. То ли потому, что русских солдат усиленно называют союзниками, отводя им второстепенную роль в победе, то ли потому, что исторические события показываются, пусть и очень эффектно, но с американской стороны. Станет ли фильм «Ярость» еще одним камнем раздора, надеемся, что нет. Ведь главную роль в картине играет великолепный Брэд Питт. В этот раз он командир экипажа танкистов, воюющего с нацистами в Европе. Событие происходит уже на закате войны в апреле 1945 года. В команду танка «Ярость» попадает неопытный новобранец с задачей экипажа выполнить свою миссию и остаться в живых. Ну а молодому бойцу придется научиться убивать, а командиру необходимо спасти своих подопечных. Фильм «Ярость» наполнен жизненной философией, которая приобретает весьма циничный оттенок в условиях мировой войны. Премьера фильма состоится 30 октября. Ограничения по возрасту 16+. Я буду рада увидеться с вами ровно через одну неделю. Конечно, заходите на сайт actistv.ru на страницу программы «Мир кино». Пишите свои комментарии или впечатления от просмотра. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин